11 часов 6 минут в Петербурге. Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Арсений Веснин. И сегодня у нас в гостях профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Вопросы для смс плюс 7 921 970 2240. Вопросы для смс, номер для смс плюс 7 921 970 2240. А вопросы туда можно как раз таки присылать. Дмитрий, я думаю, вам с удовольствием ответит. И мой первый вопрос сразу же. Вчера выступал Дмитрий Анатольевич Медведев перед депутатами Госдумы. И очень разные потом оценки я видел в средствах массовой информации этого выступления. Кто-то говорит о том, что рядовое и ничего интересного. А вот, например, политолог Шульман, Екатерина Шульман, она говорит о том, что это был такой по-настоящему первый, вы еще, может быть, робкий, но все-таки наезд на премьер-министра со стороны парламентариев. Как вы вообще оцениваете то, что там происходило? Ну, то есть, Шульман обратил внимание не на само выступление Медведева, а на то, как оценили это парламентариев. Ну, о самом выступлении действительно особо сказать нечего. Подтверждается та тенденция, которая наметилась еще в прошлом году по выступлениям Путина, что то, что говорят наши лидеры и реальность, теперь не связаны никак. Мы как-то привыкли реагировать на выступления президента или премьер-министра, что они нам все-таки что-то объяснят. Улучится экономика, ухудшится экономика, что будет с санкциями, что будет с международным положением. Теперь эти вещи не связаны. Причем Медведев еще более жестко и просто, и цинично, чем Путин, заявил, что у нас все улучшается. Улучшается, мы преодолели трудности, да, рост. Конечно, в действительности все не так, ну, просто вообще не так. У нас закончилась рецессия, закончилось падение, и мы вошли в состояние стагнации. Это не рост. По итогам последнего квартала прошлого года у нас прибавка ВВП 0,3%. Рост? Ну, во-первых, это практически не рост, потому что это крутится вокруг нуля. Ростом я бы назвал то, что хотя бы на уровне среднемировых темпов роста. А какие сейчас среднемировые? Ну, где-то процента-то и надо иметь. Это, если мы имеем рост порядка 3%, ну, пусть хоть 2,5 где-нибудь. Это означает, что мы не улучшаем нашу жизнь, но хотя бы тянемся за миром. То есть, мы все больше отстаем от таких стран, как Китай, как Индия, которые быстрее двигаются. Но где-то держимся хотя бы на уровне каких-то вот африканских стран, хотя в последнее время некоторые африканские страны тоже очень быстро растут. Там парадокс даже вот в чем, что развивающиеся страны... Хотя бы на уровне африканских стран. Мы привыкли к ним относиться, так как к третьему миру. Там хитрость вот в чем, я поясню. Развивающиеся страны в среднем растут быстрее, чем вот эти средние темпы мирового роста. И мы, получается, по темпам роста от них отстаем. Развитые страны, у них темпы роста не очень большие. Они действительно где-то могут быть там 1%, 1,5% в год. Но они настолько богаче нас, что если мы сохраняем такие же темпы роста, как и европейские страны, как Соединенные Штаты, хотя в Штатах больше рост сейчас, то в этой ситуации мы их не догоняем и остаемся по отношению к ним такими же бедными. То есть, если мы имеем, проще говоря, темп роста порядка 2%, то мы не догоняем развитые страны, а в это время африканские страны, азиатские страны приближаются к нам, потому что у них темпы роста больше. Но это в том случае, если мы хотя бы будем процента 2-2,5 иметь. Если у нас 0,3%, то это меньше, чем даже в большинстве развитых стран мира. Мы и от них продолжаем отставать. Более того, я вообще не уверен в этих 0,3%, потому что у нас недавно Госкомстат был переподчинен Министерству экономики. Не очень понятно, что там творится, но уже высказывались комментарии. По-моему, даже Греф об этом заявлял, со свойственной ему прямотой, что у нас теперь вообще темпы роста могут быть просто такими, какими напишут статистики, а не такие, какие они на самом деле. Пойди правее. Если у нас на выборах вброс бюллетейный осуществляется огромный, при том, что теоретически существуют наблюдатели, и существует какой-то интерес это контролировать, то в экономике, где никаких наблюдателей над статистиками не существует, и это даже технически невозможно поставить каких-то наблюдателей в этой сфере, то здесь могут написать все, что угодно. Поэтому я считаю, что у нас пока никакого роста нет. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, его не будет и дальше. Пока что мы вышли из рецессии в стагнацию, то есть в застой. Скорее всего, в этом году мы в застойе будем находиться. И это, конечно, для страны, обладающей нефтью, то есть дополнительными условиями для того, чтобы, в принципе, можно было расти. Для страны, которой надо догонять, для страны, которая в нулевые годы имела средние темпы роста около 7% в год, для такой страны это катастрофа. Не иметь роста вообще, находиться в состоянии стагнации. Вот это реальность. А то, что сказал Медведев, это, конечно, просто слава. И все-таки причина тогда этой стагнации, да, мы, наверное, много раз так вокруг около это обсуждали, это то, что упали цены на нефть или это неэффективная работа нашего государства, нашего правительства. И то, и другое. В краткосрочном плане, так сказать, конечно, это от нефти зависит, потому что если бы цены на нефть были сейчас 200 долларов за баррель или еще больше, то у нас бы, конечно, темпы роста какие-то были. И Медведев бы отчитывался об успехах, и мы бы, конечно, могли опять, как лет 10 назад говорить, ну, видите ли, все это только от нефти зависит. Но простому российскому гражданину было бы наплевать, от нефти или от Медведева. Главное, что растем, и жизнь становится лучше. Ну, в общем, и непростому, по большому счету тоже наплевать, главное, чтобы жизнь становилась лучше. Ну, непростой при этом может думать о том, что все равно нам нужна демократизация, нужно что-то с этим делать. А простой человек вообще скажет спасибо Путину, спасибо Медведеву. Но сейчас и простой человек видит, что у нас жизнь перестала улучшаться. У нас реальные доходы населения падали последние годы. Ну, может, в наших крупных городах, в Москве, Питере, все-таки несколько получше ситуация, но в провинции это очень ощутимо. И люди задают вопрос, так а где улучшение? Медведев им отвечает, а вот улучшение есть, вы просто ничего не поняли. Вот такой раздавод спасет. Ну, это же какой-то абсурд, и вообще, ну, даже так не особо долго размышляя, понятно, что такая ситуация приведет к какому-то конфликту и обострению, когда если действительно то, как вы говорите, что у простых людей жизнь становится хуже, а Медведев им из экрана телевидения говорит о том, что нет, жизнь становится лучше, вы ничего не понимаете, это же приводит, я не знаю, там, к революциям. Не совсем так. Во-первых, я думаю, что люди не очень слушают то, что говорит Медведев. Путина еще иногда слушают, но Медведев фактически производит церемониальное выступление перед депутатами, и дальше просто мы с вами, вот такие аналитики, как мы это обсуждаем, ну, простой человек не очень прислушивается. Во-вторых, еще три года назад, в 2014 году, власть очень четко сменила приоритеты. Можно не заниматься экономикой, главное отвлечь людей от экономики. Взяли Крым, и мы видели, что даже в ухудшении, в ситуации ухудшения экономического положения рейтинг Путина возрос. Власть примерно таким путем и продолжает действовать. То есть, конечно, когда-то это может привести к каким-то социальным взрывам, там, массовым протестам, но пока это работает, может, еще надолго хватит. И, то есть, вот эти люди, которые чувствуют, что их жизнь, ну, реально уровень их жизни падает, вы думаете, они сколько времени будут готовы есть вот эту кашку про внешнюю политику? Могут очень долго. Я думаю, это зависит от таких моментов. Когда стагнация, а не серьезное падение, человек привыкает к этому, адаптируется. Ну, я просто вырос в таком обществе в советское время, когда именно так и было. Ну, в Брежневское время, да, потом рецессия началась. Да, ну, рецессия началась уже при позднем-позднем Горбачеве, а если бы не было перестройки, так мы бы до сих пор могли в такой стагнации жить. И все к этому адаптировались. Это очень многим не нравилось. Очень-очень-очень многим. Но поскольку реально-то ничего сделать было нельзя, если ты выходил на улицу, тебя скрутили бы очень быстро, то люди к этому адаптировались. Это приводило к массовой апатии, к пьянству, к низкому уровню и продолжительности. А сейчас такая ситуация? Я думаю, это в этом направлении пойдет. В этом направлении пойдет. Другое дело, что, и это уже не политический вопрос, каждый из нас может искать себе альтернативу. Ведь может существовать социально-политическая апатия, но у каждого есть хобби. Сейчас можно просто эмигрировать за границу. Это будет даже не хобби, а просто альтернатива какая-то. Кто-то уходит в иллюзии. Можно накручивать самого себя, стремясь больше думать о величии присоединения Крыма, а не об экономике. Психологически так легче жить. Люди очень часто сами себя обманывают. Можно уходить в какие-то иллюзии параллельные. Жизнь тяжелая, но я болею за зенит, и мне от этого хорошо. Вот какие-то такие вещи часто служат заменителями, поэтому состояние апатии между собой. Православным стать это тоже? Да, в общем, конечно, это тоже такой своеобразный заменитель. Хотя, мне кажется, у нас гораздо больше верующих в зенит, чем в Господа Бога. Исследования, которые показывают, как реально строится наше православие, показывают, что там очень мало искренних фанатов, искренне верующих людей. Более того, опросы показывают парадоксальную вещь. Значит, у нас православных на треть больше, чем верующих в Бога. Вот такой парадокс. То есть, человек говорит, что он православный, поэтому в Бога не верит. Но тут все-таки фанаты, наверное, искренне верующие, это разные вещи. Фанатики от религии такая негативная коннотация, а искренне верующий человек... А я даже говорю не о фанатиках этой религии. Вот, допустим, нам с вами тяжело, у нас жизненные проблемы. Может, связанные с плохой экономикой, а может, с чем-то другим. Если мы придем в церковь, если мы верим в Бога, если мы помолимся, мы чувствуем личный контакт с Господом, мы чувствуем, что Господь простер над нами свою руку, и нам от этого легче, вот это да, это вера в Бога. Если мы приходим в церковь, как место, где торгуются с Богом, если я поставлю свечку побольше, то, глядишь, что-то там получится. Если я дольше помолюсь, глядишь, там что-то выйдет. Если я олигарх и построю на свои деньги церковь, то, глядишь, мне это когда-то зачтется. Это уже не вера, это торг. Это не приводит к духовному облегчению человека. Это такая попытка рыночного решения вопроса о нерыночных духовных ценностях. А когда я говорю, что у нас больше верующих в Зенит, чем Господа, ну, видно, как люди фанатично болеют на стадионе, у телевизоров. На какой-то момент люди идентифицируют себя с командой, и это снимает напряжение, накопившееся за день. Ну, конечно, если команда хоть чего-то стоит и играет нормально. А вот людей, идентифицирующих себя с религиозной общиной, крайне-крайне-крайне мало. Это буквально считанные проценты. Основная масса верующих по тому, как говорят сами священники, сами религиозные люди, основная масса – это захожане, а не прихожане. Они заходят в церковь для выполнения вот таких вот квазирыночно-религиозных ритуалов. Дмитрий, давайте вернемся вот к этому выступлению Дмитрия Медведева, точнее, к его общению с депутатами Госдумы. И вот там же много разного говорили депутаты. Они спрашивали про дальнобойщиков, бастующих. Они говорили о том, что мрот ниже прожиточного минимума – это нонсенс. О том, что рождаемость растет за счет гастарбайтеров, нет бесплатной медицины, школ не хватает и так далее. То есть, все, в принципе, известные народу проблемы, реальные, они стали поднимать. Раньше, по-моему, такого не было. Они как-то не соглашались со всем. Мне кажется, что это было. Во-первых, все-таки были примеры, когда коммунисты или справоросы это поднимали. В ходе предвыборных кампаний они часто об этом говорили. И потом есть такая тонкость. Они не решаются ставить подобные вопросы перед Путиным. Путин только аплодирует. А перед Медведевым решаются. Эти ребята очень четко понимают, когда можно имитировать оппозиционность. Ну, а самое главное, что эта оппозиционность не приводит ни к чему на практике. Ни коммунисты, ни справоросы, ни жириновцы не способны стать реальной политической альтернативой. Они компромиссные партии, они, по сути дела, представляют собой единую Россию и второй свежести. Не более того. Мне просто интересно, если, например, начнутся какие-то изменения, возможно, общественные, какая-то вот эта протестная турбулентность будет нарастать. Эти депутаты нынешние, они смогут внезапно перевоплотиться и начать с трибуны какие-то делать заявления, обвинения, требовать расследования? Или нет? Это уже абсолютно использованный человеческий материал. Нет, перевоплотятся они точно. Я уверен на 100%, что активные из них перевоплотятся. Другое дело, что в этих партиях масса балласта – это люди, которые пришли в политику только за деньгами, они в момент перемен вообще уйдут. Мы их просто обнаружим где-нибудь в Лондоне, в Майами, в Карловых Варах, где, скорее всего, у них уже есть недвижимость. Неважно, единороссы, справоросы, коммунисты, все уедут туда. Но политически активные останутся. Они, конечно, будут активно разоблачать. Я думаю, что, скажем, Милонов будет среди первых, кто будет разоблачать гнилой режим. Ему это очень удобно, потому что он умеет выступать, он политически активен, умеет манипулировать сознанием масс. А шансы у Милонова есть? Шансы большие, потому что… Представим, например, Навальный, которого сейчас обозвали Гитлером, мы про это еще поговорим отдельно, приходят к власти. Мы не знаем, каким будет Навальный президентом совершенно, будет ли он таким, каким он себя сейчас позиционирует, или все изменится, это будет какая-то страшная диктатура. Но вот, допустим, это Навальный, который приходит на место Путина. Понятно, что Путин, это становится чем-то плохим априори. Навальный никогда уже не скажет, что Путин, в общем-то, был прав. Соответственно, Милонов должен начать критиковать все то, что происходит сейчас. Вот это уже возможно, контэнсенцию путинского режима. Совершенно верно. Соответственно, ему поверят вообще? Да, поверят. Механизм здесь следующий. Во-первых, он не обязательно изменит абсолютно все, что он говорит. Я думаю, что тезис будет примерно такой, что власть на поверку оказалась безбожной. Может, геями они оказались все. Может, и так, да. Любимая тема Милонова. Я не готов уже так тонко анализировать действия Милонова, это он сам разберется. Но какая общая логика? Вот Милонов себя позиционирует как якобы православный человек. Значит, тезис будет какой? Вот власть безбожная, власть много нагрешила, а на самом деле надо там делать то-то и то-то. Но главное даже не это. Главное, что в средствах массовой информации будет огромный спрос на Милонова, потому что он известная раскрученная фигура, и любым самым-самым демократическим средствам массовой информации выгодно будет подавать исправившегося Милонова, чем какого-то малоизвестного Ивана Ивановича, который всегда был диссидентом, ему никогда не давали говорить, он никому не известен и никому не интересен. А на Милонова будут кликать сразу же, поэтому вот эти ребята типа Милонова, Яровой, они же были демократами, Милонов был у Старовой, Яровая была в Яблоке, в Визулином Яблоке. Вот эти ребята очень быстро перестроятся и спрос на них будет колоссальный. Но, возвращаясь к вашему вопросу, мировой опыт показывает, отдельные люди встраиваются в новую систему и часто очень успешно, но политические партии старые не встраиваются. Как правило, они разрушаются. То есть, этим ребятам типа Милонова, там, не знаю, Шейна из «Справедливой России», не помню, кто там еще активный спикер его, Жириновского, кроме самого Жириновского, им будет удобнее скинуть время старых партий и либо создавать новые партии, либо встраиваться в еще какие-то структуры, возникающие помимо них. А вот старые партии, как показал опыт бархатных революций 1989 года в странах Восточной Европы, там ведь при коммунистах были всякие карманные партии. Они за небольшим исключением не удержались, а если удержались, то где-то на вторых ролях. Стали возникать принципиально новые партии, которые и возглавили весь этот протест и потом приходили к власти. Помните, вот мы с вами говорили совсем недавно, особенно в период выборов в Соединенных Штатах Америки, о том, что меняется политическая система мира, новые противостояния не между левыми и правыми, а между глобалистами и антиглобалистами, условно так это назовем. Да, да, это очень важная тема, я все время об этом говорила. И смотрите, тогда вот партии, если начать просто фантазировать новые, которые должны возникать, они, наверное, снова должны, теперь должны возникнуть не по принципу левые и правые, как сейчас у нас, в общем-то, в Думе, потому что есть там СР, ЛДПР, КПРФ, они все делятся действительно левые, правые, более умеренные, менее умеренные, а тогда, наверное, они должны делиться вот по этому принципу? Я думаю, что будет переходный период, когда все силы будут делиться по принципу за Путина и против Путина. Там даже не будет какого-то серьезного партийного деления, либо партии будут возникать, но они тут же будут входить в формальную или неформальную коалицию. Либо ты за Путина, либо против. У нас ведь сегодня, по сути, политическая структура в стране очень простая и совершенно не похожая на западную. Неважно, какие у нас партии. У нас в стране есть два политика. Одного зовут Путина, второго Навальный. Все остальные позиционируют себя в отношении этих двух политиков, не в отношении идей. Идеи уже не важны. То есть, лично я либерал, там для меня очень важно являюсь я либералом или нет, но на либеральные идеи клюет там несколько процентов населения страны, и то, если выборы относительно свободные. А в политике либо ты с Путиным, либо ты с Навальным. Это уже сейчас практически так. И то, что власть сняла вот этот вот скандальный ролик против Навального, это показывает то, что вчера власть сама признала, что в стране есть два политика и подняла Навального до уровня Путина, чего раньше власть никогда не делала. То есть, вот это сравнение Навального с Адольфом Гитлером, это, в общем-то, поднятие Навального на уровень Путина. Конечно. Конечно. Раньше Путин всегда при всех трансформациях своего 17-летнего режима строил политику следующим образом. В стране есть один политик Путин. Он может менять характер своего режима в зависимости, скажем, от положения дел в экономике. Если в экономике хорошо, то не надо брать Крым, люди и так за тебя голосуют. Если в экономике плохо, надо какой-то скандал устроить, чтобы люди за тебя голосовали, как за великого спасителя. Еще от каких-то обстоятельств Путин менял свою политику. Но ни разу за 17 лет позиция власти не менялась в зависимости от позиции какого-то другого человека. Неважно, является ли он премьер-министром Зубковым-Фродковым. Путин всегда говорил, ну вот есть какие-то люди, как он там говорил, Рыжковы, Немцовы, они поураганили в 90-е годы, что-то там хотели украсть. Он видел их очень мелко. Он никогда не строил свою политику против конкретного человека. Он строил так, чтобы всех принижать, либо уводить из политики вообще, либо маргинализировать. Сейчас власть стала строить политику на конкретного человека. В последний месяц обнаружилось, что вот этот знаменитый Димон набрал так много просмотров, что это трудно стало игнорировать вообще. Принижать Навального... Навальный заставил власть на себя реагировать. То есть власть может дальше не замечать Навального, но они начинают размышлять, а если завтра будет уже 50 миллионов просмотров, 70 миллионов просмотров, завтра будет фильм уже «Он вам не Димон, а он вам не Вован», и 100 миллионов просмотров. Власть решила, что, наверное, это как-то нехорошо. Надо что-то с этим делать. И стала работать персонально против Навального. Никогда не было персональной борьбы против Касьянова, Каспарова, Немцова. Слушайте, подождите, Дмитрий, извините, я с вами поспорю, но неужели фильм НТВ, вот этот похабный практически порнография, где показан Касьянов и Пелевина, чем-то по сути отличается от этого ролика «Навальный и Гитлер»? Отличается, потому что Касьянова не пытались поднять до уровня крупной политической фигуры всемирно известной. Тирана, палача, убийцы, но Гитлер известная всему миру политическая фигура. Глава фашистского государства. Продолжим, мы только должны прерваться на московские новости. 11 часов 35 минут возвращаемся в Петербургскую студию, это особое мнение, у нас в гостях профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин, и мы говорили про фигуру Навального, вы сказали, что Путин поставил его с собой на один и тот же уровень вот этим роликом Навальный сире Гитлер. Вы действительно думаете, что Путин за этим как-то стоит и санкционировал? Нет, слово Путин я, по-моему, здесь не произнес. Давайте я кратко сформулирую мысль. Давайте еще раз. Значит, понятно, что ролик не появился независимо от чего там. Это просто, это нельзя сказать, что кто-то там его сделал. За этим стоят Кремлевская администрация, Навальный в первом комментарии, который он дал, прямо писал, что это продукт Владиленыча. Понятно, кого он имеет в виду. Господин Икеренко, первого заместителя главы Кремлевской администрации. То есть, конечно, администрация за этим стоит. Я могу даже теоретически предположить, что может не лично Владиленыча, еще что-то так надо сделать. Но это делали какие-то ребята оттуда. Путин мог это санкционировать. Может быть, пока он считает, что это не его вопрос, он будет присматриваться. Путин иногда присматривается, а потом вдруг кого-то увольняет и резко меняет курс. Может быть, у Путина и нет однозначного представления, как надо реагировать на Навального. Но люди, которых он поставил в администрацию, решают, что именно так. Так что, это не случайно. Будет ли это эффективно? Трудно сказать. Не знаю. Мы имеем... Вот первое, что мне пришло в голову, когда я послушал Медведева и увидел этот ролик «Он вам Гитлер» или как его правильно назвать. Ну, да-да-да. Я, конечно, вспомнил события 30-летней давности, когда начиналась борьба Горбачева и Легачева против Ельцина. Примерно похожая ситуация. Легачев выступает с тайбун, кричит «Боист, ты не прав, туда-сюда!» А ни на что это не влияет. Вот Медведев примерно так же выглядит на тайбунах. Это компот, говорит Медведев на расследовании. Ничего сказать толком не может. А с другой стороны, против Ельцина началась какая-то аппаратная борьба. Это привело к тому, что Ельцин в итоге стал лидером России, Легачев вообще исчез никуда, Горбачев постепенно растерял популярность. То есть, это один вариант развития событий. В этом смысле очень рискованно обращать внимание на Ельцинах и Навальных. Можно таким образом поднять их до себя. Вот, я как раз таки про это хотел спросить. Это же, если это поднимает Навального до уровня Путина, как-то его возвеличивает, так это назовем, это же наоборот во многом на пользу самому Алексею. Вот, именно поэтому, насколько я понимаю, до сих пор Путин ни при Суркове, ни при Володине ничего подобного не делал. Любой политик в стране, начиная от премьер-министров Родкова, Зубкова, Медведева и кончая оппозиционером Немцовым, Рыжковым или кем-то еще, должен был быть человеком принципиально другого уровня, на которого Путин смотрит сверху. Вот, никогда ничего подобного не было, как сейчас. Вот, появление этого ролика похоже принципиально новый подход. Может, Путин завтра уволит Кириенко и вернется к старой политике, накинет Навальному какой-нибудь срок, там у Навального выяснится, что он еще что-то украл, кроме Кировского леса, и Навальный будет сидеть. Может быть, так. А может быть, все-таки эта линия с дискредитацией Навального как фигуры равной Гитлеру, она получит продолжение. А все-таки, да, тут естественно возникает конспирологический вопрос. Может быть, Навального специально вот так вот сейчас его рейтинг накачивают, его значимость увеличивают и действительно делают из него фигуру противостояния Навальной против Путина, и, соответственно, Навальный становится сильнее и значимее. Может быть, это какой-то план опять же Кремлевский? Кремлевский не думаю. Но здесь можно, конечно, что предположить? Когда мы говорим, что страна полностью контролируется Кремлем, это не совсем так. Есть много различных персоналей, много различных группировок, которые реально определяют власть в стране. Путин не способен контролировать даже те группировки, которые у него под боком. Он может просто реагировать на ситуацию, посмотрев, что вот эти усилились, эти ослабли. Надо как-то вот этих опустить, тех поднять. Но Путин не может контролировать появление каждого ролика, каждый сюжет по телевизору. Поэтому я не исключаю, что какие-то группы лиц могут помогать Навальному для того, чтобы задавить другие группы лиц, близкие к Путину. Но в конечном счете, конечно, как только процесс выходит на качественно высокий политический уровень, Путин это все контролирует. Невозможно в России сегодня делать то, чего не хочет Путин, если это принципиальный вопрос, связанный с будущей властью Путина. Так что вчерашнее событие очень значимо, одно из самых значимых событий за последнее время. Вот появление Димона и появление Гитлера это вот ключевые события последнего времени. Но выводы, которые мы сейчас делаем, это первая реакция по появлению нового факта. Может быть, через месяц, два, три мы немножко будем корректировать то, о чем сегодня говорим, потому что возможно проеагирует Путин, еще какие-то кремлевские фигуры могут проеагировать на это, и что-то изменится. Будем следить за событиями. Будем следить, встретимся с Дмитрием Травиным через две недели уже в этой студии. Это особое мнение профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрия Травиным. Меня зовут Арсений Вестин, спасибо, до свидания. Всего доброго. Вы слушали программу Особое мнение.